Сегодня поговорим о чередовании гласных ОА в корне слова. Правописание чередующихся гласных ОА в корне слова зависит от разных условий. Рассмотрим те случаи, когда правописание данных гласных будет зависеть от последующих за ними согласных. Так, в корне ЛАК-ЛОЖ мы пишем гласную А, если после нее стоит согласная Г, как в словах слагать или предлагать. У этого корня есть дополнительная проверка, это суффикс А, он все время идет после корня ЛАК. Посмотрите, он есть и в глаголе слагать, и в глаголе предлагать. В корне ЛОЖ мы пишем гласную О, если после нее идет согласная Ж. В слове СЛОЖИТЬ или в слове ПРЕДЛОЖИТЬ. Также правописание чередующихся гласных ОА будет зависеть от последующей согласной в корне РАС, ТРАЩ, РОС. В этом корне мы пишем гласную А перед сочетанием СТ. Растение – пишем гласную А. Подрастать – в корне пишем гласную А. Гласную А мы пишем в этом корне перед согласной Щ, как в слове ВЫРОЩЕННЫЙ. Гласную О мы пишем перед согласной С, как в слове ПОДРОСЛИ или ВОДРОСЛИ. Запомните правописание слов РОСТОК, РОСТОВЩИК, РОСТОВ, РОСТИСЛАВ пишутся с гласной О. ОТРОСЛЬ, ОБЛАСТЬ ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, пишутся с гласной А. Правописание чередующихся гласных ОА в корне слова зависит от последующей согласной и в корне СКАКСКОЧ. В этом корне пишем гласную А перед согласной К – СКАКАТЬ. Пишем гласную О перед согласной Ч – ВСКАЧИТЬ. Запомните правописание слов. СКАЧОК и СКАЧУ пишутся с буквой А. Следующее условие, которое влияет на правописание чередующихся гласных ОА – это наличие суффикса А. В корне К спишем гласную А, если после корня идет суффикс А. Очень удобно запоминать. Прикасаться. В корне должны написать гласную А, потому что после корня идет суффикс А. Касание. То же самое. По той же самой причине пишем в корне гласную А. В корне КОС пишем гласную О. При отсутствии суффикса А коснуться соприкосновения. Корень пишется с гласной О. Следующее условие, которое влияет на правописание чередующихся гласных ОА в слове – это ударение. Ударное – это гласное в корне или безударное. В корне ГАРГОР под ударением мы пишем гласную А – загар. Безударение пишем гласную О – загорелый. В корне ЗОРЗАР под ударением можем написать О, как в слове ЗОРЬКА. Можем написать А, как в слове ЗАРЕВА. В безударном положении только А – ЗАРЯ. В корне КЛОН-КЛАН под ударением мы можем написать О, как в слове ПОКЛОН, или КЛАНИТСЯ – гласную А. Без ударения только О – ПОКЛАНИТСЯ. В корне ТВОР-ТВАР под ударением пишем О – ТВОРЧЕСТВО, или А – как в слове ТВАРЬ, ТВАРЬ БОЖЬЯ, СОЗДАНИЕ БОЖЬЯ. Без ударения мы пишем только О – ТВОРИТЬ. Запомните правописание слова УТВАРЬ, КУХОННЫЙ УТВАРЬ, ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА.